Матфея 11 глава, 28 стиха по 31, по-моему, если я не ошибаюсь, или по 30, мы закончили на этом стихе прошлое воскресенье, и написано, что все труждающиеся и обремененные, все придите ко мне, да? То есть все люди, у которых есть нужды и проблемы, возьмите мои нужды, мое игорь на себя, и найдете покой душам вашим. То есть мы закончили на том, что вопрос есть в том, что есть мои нужды или плохие нужды, которые могут отвлечь всю мою жизнь в неправильное русло, и потом в свои 70 или 80 или 90, сколько дахст Бог, я могу оглянуться обратно, назад и сказать, ой, всю жизнь я решал какие-то проблемы. Один мужчина сказал гениальную фразу когда-то, только с болью в глазах, он сказал, всю жизнь, всю свою молодость, он говорит, всю молодость, до 40 или до 45 лет, он имел в виду, всю вот молодость вот эту, я посвятил тому, чтобы накопить, заработать, уехать за границу и ничего не делать. Он говорит, и у меня получилось. И говорит, я накопил, заработал, мы с женой уехали за границу для того, чтобы 30 лет каждый день ссориться. Потому что от безделья мы начали уничтожать друг друга. Жизнь без нужд, это ад. Боже, я прошу тебя, помоги мне сегодня. Господи, я тебя умоляю, пожалуйста, преображай наши жизни так, как ты хочешь этого. Я благодарю тебя за твое слово. Я очень благодарен тебе за то, что, я не знаю по какой милости, но в какую-то секунду я смог осознать, что нужды это твой язык. И сегодня я стою в обилии нужд перед этим народом. Я стою еще раз, напоминая, в серьезных нуждах от этого закона. Я стою в серьезных нуждах во время переезда в другое здание. Я верю, что все это ко благу, потому что я знаю, что у тебя есть язык нужд. Прошу тебя, сконцентрируй нас на этом. По имени Иисуса. Аминь. Итак, моя тема сегодня. Кот да Винчи. Елки-палки, да? Пастора от нужд уже понесло. Кот да Винчи. Кот да Винчи. Почему я назвал так эту тему? Потому что я буду говорить о том, что пытаются расшифровать многие умные люди, читая Библию или изучая христианские манускрипты и сопоставляя все, не веря в то, что все просто. Все мистически просто, потому что на самом деле совокупность цифр, имен, 31 число 16-го месяца каждой четверти, 32-й части 18-го отделения в совокупности даст ответ, как жить с счастливой жизнью. Наконец-то пришел ответ. Кот да Винчи. Ладно, я шучу, что вы все так напряглись, но... Прям прижало. Итак, друзья, я хочу, чтобы сегодня мы распутали главную мысль. Если Бог создатель нужд, и если сатана копирует Бога и тоже создает нужды, если в нашей судьбе всегда и ежедневно идет война за то, какими нуждами мы будем увлечены, на какие нужды мы будем отвлекаться, то получается главный вопрос всей моей жизни это распознать Божью нужду в моей жизни. Вы готовы? Итак, поехали. Как распознать нужду от Бога? Как распознать? Я начну сразу проповедовать без прелюдии, поэтому сразу сконцентрируйтесь. Толкни соседа, скажи, вот прямо сейчас слушай. Итак, друзья, для того, чтобы вы поняли главную мысль, простую сегодня, услышьте меня. Нужда, нужда, или главное, что делает нужда в жизни, она вскрывает и определяет мотив. Я предупреждал, слушайте внимательно. Главное, что библейски, или если вы не верите в Библию, смотрите нас, или даже здесь сидите, вы все равно должны это признать, что нужда это причина, вскрывающая мотив. Главное, что делает нужда, она определяет, проявляет мотив. Проявляет что? мотив. Давайте по-русски. Например, у вас были друзья, может быть, даже родственники, может быть, даже муж, или жена. Короче, люди, с которыми вы были связаны в жизни, и у вас были прекрасные отношения, до того момента, до того момента, до того момента, пока в вашу жизнь не пришла проблема, беда, безденежье, страх и так далее. они были плески с вами, они всегда говорили, что заинтересованы в вас, они всегда говорили и вели себя так, что вы главное, и ваше счастье, это главное, что есть в их жизни. Это причина, и основной мотив, по которому они живут. Вот здесь, кто понимает меня? были такие люди? Ну, а когда пришла беда, опа, и что? И нет их. Это ловит о чем? Беда, ужас, проблема, несчастье, нужда, определила, реальный мотив, вскрыла реальный мотив. Когда-то одна девушка, она рассказывала, она говорит, я встречалась, верующая, я встречалась с парнем, с братом, ну, не с своим братом, по вере, с парнем, классный пацан, все отлично, он обещал мне, что будет заботиться обо мне, он обещал, что будет, там, ну, короче, когда мы вместе приходили с ним на разные свадьбы, когда шли венчания, и какой-то жених говорил, что если нужно, я отдам свою жизнь за тебя, она говорит, я плакал, он улыбался, она говорит, скоро придет этот день, и однажды в парке, два гопника подошли к нам, и они хотели отнять, ну, вещи у меня, у меня дорогая сумка, она говорит, и когда они это сказали, я была уверена, что я защищена, но рядом я услышала голос, что стоишь, что стоишь, отдавай, и она посмотрела, и парень побелел, посинел, он был готов броситься, убегать, он не сделал этого только потому, что боялся, что за ним погонятся, и она говорит, я была ошарашена, я поняла, что когда пришел страх, вскрылся мотив, вы здесь или нет? Когда пришло безденежье, оказалось, что мы живем по анекдоту, сначала твое, а потом каждый сам свое, не знаешь такого анекдота? Ну ты что, это хороший давний лагерный анекдот, не лагерный, в смысле тюрьмы, а пионерских лагерей, да? Садишься в поезд, с толпой, и всегда все говорят, ну что там у тебя, давай сначала съедим твое, а потом будем есть каждый сам свое. Послушай, нужда, беда, определяет, показывает мотив. Получается, нужда, то, чем ты занимаешься, та нужда, в которой ты живешь, это результат того мотива, который на самом деле есть в твоем сердце. Будьте внимательны к моей мысли, я иду к разгавке. Как определить нужду от Бога? Вы здесь? Посмотрите, друзья, счастье, счастье в жизни, это когда вокруг тебя есть люди, у которых есть реальный мотив, ты. Семейное счастье, семейное счастье, что это такое? Настоящее семейное счастье, это когда ты, дорогая, являешься единственной причиной жизни твоего мужа. Шамирин приехал. Вы согласны со мной или нет? Кто хотел бы девушке выйти замуж за того, у кого главный мотив это сделать только тебя счастливой? Девушки, девушки, даже мужики поднимают руки, смотрите. Вы здесь? Мужчины, кто хотел бы жениться на девушке, но которой основной мотив в жизни это твое состояние, твое счастье, это любить тебя. Мужики, меньше. Мужики ранены, они не верят. Ой, кто у нас немощный сосуд, это вопрос, да? Мужчины, короче, живут, более ранены. Любите нас, мужчины, с сожалением. Именно мотив определяет, какие нужды ты привлечешь и будешь решать. Теперь внимание, теперь я начинаю проповедь, как определить нужду от Бога. Сначала я задам вопрос и отвечу на него. Как понять? Вот я сейчас решаю нужды от Бога в моей жизни или нет? А понять очень просто. Мотив. Какой мотив? Я хочу заработать денег. Это хороший мотив или плохой? Смотря для чего, умница. Мотив определяет. Мотив определяет. Мотив определяет. Вы здесь? Твой мотив определяет. Если в твоей жизни сейчас есть куча нужд, просто ответь себе, зачем ты ими занимаешься? По какой причине? И так, есть два мотива. Исходя из тех всех проповедей, которые мы с вами уже услышали, и я очень прошу вас, послушайте их еще раз. Исходя из этого, существуют два мотива. Первый. Первый мотив. Первый мотив – это решать жизненные задачи. Решать жизненные задачи в нуждах, которые дал тебе Бог. До грехопадения Адама. Сейчас объясню. Пока подумайте. Первый мотив – это решать те нужды, которые дал тебе Бог в бытие 1 главе 28 стихе. Адам, я хочу, чтобы ты размножался. Адам, я хочу, чтобы ты сейчас с раем поработал. Адам, я хочу, чтобы ты в саду сдавил порядок. Адам, я хочу, я хочу, чтобы ты это сделал. Адам, у меня есть проблемы, и я хочу, чтобы ты ими занялся. Если вы не понимаете, о чем я говорю, смотрите, читайте, Адам в шоке. Три раза или два, ну, обратно, в воскресенье. Первый мотив – это когда ты решаешь те нужды, которые Бог дал тебе. Я сейчас объясню, какие нужды дает Бог дальше. Второй мотив. Второй мотив – это нужды, вернее, это мотив – выжить, исходя из страха, боли, который пришел в жизнь человечества после грехопадения. Это мотив – выжить, защититься. Это мотив – поесть, добыть хлеб. Выжить. 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 Это мотив – выжить. Это два разных мотива. Вы здесь или нет? Это два разных мотива. В чем их разница? Мы уже говорили, в Матфея 11 глава, 30 стих, там написано, что, эй, ребята, теперь внимание, все труждающиеся и обремененные, труждающиеся и обремененные, это какой мотив? Не слышу, думайте. Что-что? Второй. Почему? О, это что? Мои. Это главное. Внимание. Внимание. Все труждающиеся и обремененные, все, кто устал от себя, все, кто устал выживать, все, кого достало драться за то, чтобы жить, все, которые вы заработали на это, заработали на это. И думаете, нет, мне осталось теперь заработать еще на четвертую квартиру. Сдать ее и уехать 30 лет ссориться с женой. И моя цель будет достигнута. Впредите ко мне все труждающиеся и обремененные. Дальше. Что там написано? Я успокою вас. Каким образом? Возьмите иго. Что? Внимание, слушайте сюда. Возьмите иго мою на себя. Возьмите иго мою на себя. Измените мотивацию. Теперь я рассказываю вам, что такое Божья нужда. И чем она кардинально отличается от той нужды, которой дьявол обманул тебя. Теперь внимание. Все труждающиеся и обремененные это люди, которые живут вторым мотивом. Это мотив выжить. Это мотив, вы поняли, да? После грехопадения. Это я устал бороться. Я устал сражаться. Да когда уже я заработаю, Боже мой. Меня достала эта зарплата в 22 тысячи. Когда уже придет 23? Вы здесь? Я верю во имя Иисуса. Придет время. Господь, спасибо, что будет 40. Я знаю, что и мне будет 40. И зарплата будет 40. Послушай, я не против того, чтобы зарабатывали денег или чтобы вы процветали, потому что Бог хочет, чтобы ты процветал. Вопрос мотива. Теперь внимание. Здесь секрет. Боже, это гениально. Как понять, что это Божья нужда? Очень просто. Это просто должна быть в прямом смысле слова Божья нужда. Ребят, не спите. Я знаю, что жарко. Вы все пропустили. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я вас успокою. Как? Возьмите иго. Что? Еще раз. Игорь. Игорь. Еще раз. Мое. Мое. И вы найдете покой душам вашим. Что, Игорь? Смотрите сюда. Приди ко мне. У тебя есть проблемы в жизни? Нет. Врешь. Вру. Есть проблемы в жизни? Ну да, есть. Хорошо. Теперь, если ты хочешь быть счастливым, если ты хочешь быть по-настоящему полноценным, я тебе помогу. Знаешь чем? Возьми все мои проблемы. Все мои проблемы забери себе. И ты увидишь жизнь прекрасна. Вы здесь или нет? Кто-то услышал, что я сейчас сказал? Теперь, как определить? Интересно, а вот это вот Божья, стой? А вот это вот Божья нужда или не Божья? А очень просто. Ответь на вопрос. Это твоя нужда или Божья? В смысле? В прямом. Приди ко мне и отдай мне свои нужды. А что мне делать? Все, я стану счастливым, ты все заберешь? Я все заберу. Если ты заберешь все мои, обмен нуждами приносит счастье. То есть, в прямом смысле слова, как Саше понять та нужда, которая сейчас стучится в его жизнь от Бога или нет? Очень просто. Это просто должна быть не его нужда. Все. Вы понимаете или нет? Вы слышите, о чем я говорю? Если ты хочешь быть счастливым, если ты хочешь, чтобы Бог по-настоящему действовал и что-то творил в твоей судьбе, возьми его нужды. Пастор, ну что-то так грустно как-то. Вот я думал, а ты сейчас как расскажешь. Оказывается, что вот эта нужда по поводу этой квартиры это от Бога. А вот этой квартиры не от Бога. И вот эта нужда сейчас вот эта вот в этом сане, вот в этом Сашке это от Бога. Я его хочу. Ходи хоть десять, Сашек. Первое, что ты должен понять, нужда от Бога это его нужда. Ну, в принципе, это все. я закончил. Я серьезно закончил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мои родители всегда любили меня. Но болезнь скосила маму. Папой была еще одна любовь, наркотики. И я никогда не видел нормальных отношений. Я всегда мечтал о счастливой семье. Я всегда боялся нищеты. Потому что я знаю, что такое нищета. Я всегда ее боялся. Я знаю, что такое жить абсолютно в конкретной глубокой нищете. когда дома абсолютно нет еды. Когда дома отрезан смерт за неуплату. И так далее. Я знаю, что это. И я всегда этого боялся. И когда я пришел к Богу в 15 лет, я принял решение я никогда больше не буду бедным. Я надеюсь, Бог поможет мне в этом. Поэтому первые три месяца своей христианской жизни я молился и был посвящен тому, чтобы делать все, что мне скажут, лишь бы понять, как стать мультимиллионером на зло всем. Но потом я прочитал одну молитву. Некоторые верующие ее знают. Это молитва Отче наш. И там написано Царство Небесное и воля Твоя, которая на небе, да пребудет на земле. И я осознал, Господи, у Тебя есть воля на земле. Потом я начал видеть, что Иисус начал посылать своих учеников, проповедовать Царство. Он начал просить, чтобы они вот это сделали, вот это сделали. Я начал видеть, что Иисус говорит, если вы кому-то помогли, то сделали это для Него. И я начал понимать, что, по-моему, все мои мысли стать олигархом тают. Тает, тает, тает на губах. И в мою жизнь пришел страх. На четвертом месяце христианской жизни думаю, блин, мне кажется, что тот мир, который я себе нарисовал, внутри у меня, чем ближе я приближаюсь к Богу, тем больше начинаю понимать, что чем больше я с Ним общаюсь, тем больше своих проблем на меня Он взваливает. Да, Таня Пестова? Она видение, сейчас хотела увидеть, о чем я говорю. Вы здесь? Я понимал. Я начал думать, хорошо, Боже, я Тебе обещаю. Если ты будешь меня очень сильно благословлять, то я буду находить время для твоих проблем. Я договорился об этом с Богом, сделал вид, что Бог это понял. Прокатило еще на год. Я ходил уверенно, думаю, все, теперь Бог точно должен меня благословить. Но вы знаете, Бог никогда не исходит от той нужды, которую ты сам себе придумал. Бог никогда не исходит от той проблемы, которую ты сам взвалил себе на свою голову. Ты можешь погулять 40 лет вокруг пустыни, просто наслаждаясь тем, чтобы восполнить те страхи, боли и нужды, которые ты всегда хотел восполнить и поставил перед собой. Но то, что будет делать Бог, Он просто будет смотреть, как ты это делаешь. Ты будешь всегда сживать, Господи, помоги мне решить ту нужду, которую я сейчас себе придумал. Или ту проблему, которая сейчас возникла у меня из-за того, что я пошел этим путем. Но Бог здесь ни при чем. Вы здесь? Поэтому мою жизнь лично, я не хочу, чтобы ты был пастором. Ну, все здесь были пасторами. Есть люди, которые призваны быть пасторами. И вас либо кит съест, либо кит съест. Но вы будете проповедовать. Вы здесь или нет? И мою жизнь, мне было тогда 16, пришло глубокое осознание. И тогда произошли похороны. Мои. Сам себя. Я положил всю свою жизнь ему. Я ревел долго. Я много молился и психовал. Да забери, говорил я. На, забери. Не кричал, подавись, но забери. На. Вон, на тебе. Вот это вот. На. Мою жизнь. На. У тебя есть какие-то нужды? У тебя есть какие-то проблемы? Я не могу их восполнить. Все, что у меня есть, это вот эта никчемная жизнь. На, забери. И вы знаете, тогда я впервые по-настоящему начал чувствовать, он доволен. Почему? Потому что я попрощался со своими нуждами, в которых я так сильно нуждался и принял главный мотив в своей жизни, это обратить внимание на что? На его нужды. Какие заботы? Какая у него есть боль? Мне стало до него дело. Ну, появилось до Бога дело. Вы знаете, я не знаю почему, но в тот момент в моей жизни обесценилось все, кроме его нужд. Я так помню тот момент, я даже, ну, простите, это мое свидетельство, но я помню, я шел после одного из служений, я иду, и ребята что-то говорят, и кто-то говорит, ребята, у нас есть нужда в церкви, нам нужна аппаратура, там, гитара за 300 долларов. Вот так запомнил эти 300 долларов. Я, знаете, почему-то думал, пху, 300 долларов. Ну, чтобы вы поняли, 300 долларов для меня тогда можно было жить на 4 года на 300 долларов. А у меня не было 300 долларов, но я шел и говорю, пху, 300 долларов. Это ерунда. Ну, я начал чувствовать, что деньги это ерунда. Я начал чувствовать, что вот это ерунда. И я начал чувствовать легкость вокруг какую-то. Меня это пугало. Но я не мог с этим ничего поделать. Я был готов на все. Я хотел решать его нужды. Мне хотелось, я начал изучать. Я начал смотреть отклики. Я слышал какие-то проблемы. Я слышал, вот здесь есть проблема. Я слышал, здесь есть проблема. Ну, сразу я бросился во все великие, там, ну, Никарагуа спасать, там, ну, главные страны Африки, вот, а потом я сидел на служении и понял, что в этой церкви есть проблема, у этого человека есть нужда, просто у этого человека есть нужда, и я принял решение, хорошо, я буду ее восполнять, у меня нет денег, ну, я просто буду его переводить, там, вводить в церковь, была одна девушка, женщина у нас, ну, она была очень больна, она весила, наверное, килограмм 30, не больше, вот, и она такая белая, ну, наверное, она уже умерла, потому что, ну, она долго почему-то жила, ну, в смысле, она не почему-то, она очень больной человек, ну, на вид, вы понимаете, то есть, ну, синего цвета, у нее какая-то редкая болезнь была, и она еле ходила, она была молодая женщина, до 40 лет, вот, и мы приняли решение, что думаю, Боже, ну, буду просто помогать, она идет в церковь около часа, у меня не было денег и не было машины, чтобы за ней заезжать, но я шел мимо нее, и мы договорились, и люди, я по очереди с ребятами приходили, и просто вели ее, особенно в такую же руку, как сейчас, она вообще не могла дойти, но мы просто шли рядом с ней, я начал понимать, что есть какая-то нужда у Бога, есть какая-то проблема, почему я говорю у Бога, потому что это не моя проблема, это его проблема, поэтому, как понять, Божья или моя? Да, да очень просто, она не моя, вот и все. Вы знаете, я столкнулся с бытие первой главе, с главой своей жизни, послушайте, пожалуйста, я стал перед Богом, как Адам, голый, вообще ничего в жизни не происходит, я не знал, что дальше, но знаете что, Бог ко мне обратился, и он говорит, вот твоя 16-летняя жизнь, дай, дай, я хочу решить вот эти и вот эти и вот эти проблемы, Господи, помню, когда чуть-чуть позже, я начал это решать, я принял решение, это стало образом моей жизни, внимание, стукнуло 18, мне нужно было поступать, я поступил в миссионерскую школу, вот, в надежде на то, что все, Боже, ты этого, наверное, хотел, вот, я отучусь, но потом я хочу как-то, ну, наверное, устроить свою жизнь, и тут приходит ко мне Бог и говорит, я хочу, чтобы ты уехал в Москву, жить на всю жизнь, я говорю, потрясающе, спасибо, Господь, в Москве много денег, аллилуйя, я так боялся, что поеду куда-то в Подмосковье, и когда Бог мне это проговорил, на самом деле, друзья, я не обрадовался, я шучу, я думал, Боже, а когда мне жизнь устраивать? Ну, знаете, где-то внутри я понимал, внутри я понимал, что если я сейчас приму решение в своей жизни, по-настоящему заботиться о его нуждах, о тех нуждах, которые сейчас я вижу вокруг себя, которые приходят постоянно навязчиво в мою жизнь от него, потому что они идут как вызов, если я найду на них время, и это станет главным моим мотивом, то что-то внутри меня подсказывало, что в этом саду, которым я буду наводить порядок, можно будет есть от каких-то деревьев, и я не умру с голоду. Что-то мне говорило, что если я по чуть-чуть наведу там порядок, в этом хаосе, в этом саду, то мне можно будет там жить, а значит, я не буду без дома. Наверное, но, наверное, решая его проблемы, где-то там по пути встретятся кости от костей моих и плоть от плоти моей, и я закрещу наконец-то, и она будет мне женой. Где-то внутри я понимал, что если я сейчас пойду дорогой решения его забот, то, скорее всего, это не значит, что я должен забить на организацию своей жизни. Это не значит, что я должен сказать, да, до свидания, все, всю жизнь буду нищенствовать. Он не такой. Он хочет тебе сказать, чтобы ты взял его иго на себя, потому что поверил, что оно благо. Что значит оно благо? В нем есть все. В нем есть твой муж и твоя жена. В нем есть река, если ты будешь работать и чистить эту реку, ты наткнешься на золото. Потому что в одной из рек было золото, и золото весьма прекрасное. Вы здесь или нет? Но что делают многие? Они говорят, извините, мы хотим добыть золото, и если мы его добудем, мы найдем время на Бога. И это самые депрессивные люди, которых я знаю, верующие. Ребят, меня всю жизнь гоняют. Всю жизнь что-то происходит вокруг. Одни катаклизмы. Я сегодня, знаете, когда молился утром, я себя почувствовал вот этой, этой, пенопластом на воде у Бога. Если ты решаешь другие нужды, то ты не пенопласт на воде не у Бога. А я себя почувствовал пенопластом на воде у Бога. Знаете, постоянно какие-то волны. Меня давно уже укачало. И стиль мне не нравится. Потому что его нужды всегда толкают меня жить. Я ищу его нужды, потому что в каждой его нужде есть забота и обо мне. В каждой его нужде есть забота и о тебе. Но самое страшное, нам страшно поверить в это. Вы здесь? Откройте Нагорную проповедь. Матфея 6 главу. Вы слышите или нет? Я пониматно говорю? Пастор, то есть все, я должен больше бизнесом не заниматься? Не. Занимайся еще больше. У нас есть нужды в церкви. Не, ну если я хорошо заработаю, я и в церковь немножко передам. Не, ты занимайся так, чтобы и себе немножко взять. Ой, какая наглость. Это не наглость. Нам нужно иногда до миллиона рублей в месяц, чтобы наших наркоманов прокормить. А если пастора Грача, не дай Бог, что-то не то случится, кто будет бездомных кормить? А если, понимаете или нет? Живи его нуждой. В ней есть все для тебя. Если ты сейчас сидишь здесь и думаешь, Боже, как же выжить? Не о том думаешь. Подойди к своему наставнику, подойди к человеку в церкви и скажи, в чем здесь есть нужда? Я не очень знаю Бога лично, но я хочу, тем более, если ты знаешь Его лично, я хочу понять, какую проблему нужно решить. В чем есть проблема? В чем есть нужда? Какая мечта есть у Бога? Какие нужды? Где? Я не знаю. У меня, конечно, есть своих нужд по колено и даже по гланды. У меня есть своих проблем и своих нужд. Все. Но я решил с сегодняшнего дня я буду заботиться о другой нужде. Параллельно, конечно, я буду постараться решить этот вопрос в бизнесе. Конечно, я никогда не сниму себя ответственность за свою семью и так далее. Но все мое сердце, все мое бремя будет в решении этой проблемы. И если ты поменяешь нужду, ты исполнишь Матфея 11. Если ты поменяешь нужду, ты исполнишь Матфея на горную проповедь 6. Откройте. Матфея 6. В следующее воскресенье на новом месте я буду проповедовать на тему почему Бог и как сильно Бог хочет решать твои личные нужды. Но сегодня ты должен понять, если ты сам решаешь свои нужды и в свое сердце, твое, все твое сердце там, Бог интеллигент. Он никогда тебе мешать не будет. Бог любезность. Он никогда тебе мешать не будет. Он никогда тебе не подойдет и скажет так, а ну брызь, давай я сам решу. Нет. Если ты так любишь свою нужду, если ты так посвящен ей, стою у двери и стучу. Может быть, ты отвлечешься. Матфея 6 глава. Вы здесь? Оно доходит немножко? Матфея 6 глава. Матфея 6 глава. Я буду читать Матфея 6 главу с 24 стиха. Вы здесь? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Вы не можете служить и Богу, и мамоне. Теперь идет расшифровка. Поэтому, вот почему, поэтому я вам подсказываю, поэтому я говорю вам. Иисус, Боже, теперь он дает самую центральную мысль всей твоей судьбы. Он дает ответ на то, как исцелить тебе свои раны. Он дает ответ на то, как вылезти из постоянных кресиных или любых бегов, собачьих, в которых ты бежишь, постоянно пытаясь выкарабкаться. Ты можешь верить в эту историю, что сколько ты будешь бежать, как мышка, которая бежала в молоке, а потом молоко стало маслом, и она выкарабкалась. Это не то молоко. Ты бежишь в обезжиренном. 0,5. Не обманывайся. Перепутал молоко, короче. Это у Бога. 6,5. Дальше. Теперь внимание. Поэтому не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что вам пить, не для тела вашего, во что вам одеться. Душа не больше лепища и тела одежды. Что вам здесь стало интересно? А? Чьи здесь нужны? Божьи? Чьи нужны здесь? Мои. Как понять, это Божья нужда или моя? Очень просто. Это просто твоя нужда. Твоя нужда. Просто она твоя. Но Иисус здесь почему-то говорит, если ты хочешь, чтобы Бог, Его царство сделало тебя по-настоящему полноценным и счастливым. Слушайте, я же не ахинею несу, ребят. Я сам так живу. Я же не выдумываю, слышите? И я знаю людей здесь, которые так живут. И слава Богу, знаю тысячи людей, которые так живут. Я же не просто сейчас, ну, тебе что-то там качаю, а, ты слышишь? Алло, ну что, нормально поправил? Все, отлично, пошли по домам. Я так живу всю жизнь. Я спрашиваю, в чем секрет вашего брака? Особенно, если это на телевидении, ну, а как, ну, нет, конечно, я пытаюсь объяснить, но я мотив изменил. Главный мотив моей жизни это счастье моей жены. Все. Ой, мне бы так, а что тебе мешает? Забота о себе. Не заботьтесь для души вашей. Не заботьтесь для тела вашего. Получается, Иисус здесь продолжает момент иго. Он говорит, слушай, у тебя есть твое иго. Ты заморочился своими проблемами, пастор, ну, вообще, я в Москву приехал на заработки. Прикинь, как тебе повезло. И сидишь здесь сегодня и слышишь откровение всей своей жизни, что ты не для заработков создана была. Потому что твоя лучшая жизнь сокрыта в божьих нуждах. Да и кто из вас, ой, взгляните на птиц небесных, 26 стих. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец небесный питает их. Вы никогда, вы, вы, не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть? И об одежде вы зачем заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что Соломон в своей славе не одевался так, как всякое из них. Бог это делал. И если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает коль ми паче вас, маловеры. Кто одевает? А кто хочет, чтобы Бог ворвался в ваши нужды? А боитесь поднять ручку? Я вас понимаю. Ты скажешь, то есть Богу не дороги мои нужды? Очень дороги. В следующее воскресенье я буду об этом говорить. Фух, наконец-то. Но если сегодня ты не услышишь, что Бог кричит... Послушайте, здесь есть верующие люди? Нет, реально, ты верующий. Вот, ну, вот, с гордостью. Теперь, ответь мне на вопрос, если ты сейчас поднимал руку. Иисус здесь просто круто проповедует? Или Ему можно доверять? Ему можно здесь доверять? То есть, прикинь, если ты реально сейчас поймешь, что то, о чем мы сейчас говорим, и то, что здесь написано, вот я реально рискую так жить. Господи, а сколько в этой жизни? Вы здесь или нет? Прикинь, тогда знаешь, что происходит? Тогда сам Бог, его либо нет, либо Он отвечает за результат. Ну, это же круто, или нет? Дальше, дальше, то есть, получается, и 31 стих, и так, не заботьтесь. И так, что? Скажи это, скажи, не заботьтесь, громче, громче, соседу в ухо, другому соседу, сзади соседу. Что не делайте? Что нельзя делать? Боже мой. Слушайте, девушки, знаете, это все равно, что ты нашла. Ты нашла его. Ты нашла его того, от которого услышала. Я не хочу, чтобы ты заботилась ни о чем. Люби меня. Возьми мои нужды на себя. Послушайте, Бог, Боже мой, мы всегда мечтаем найти какую-то возможность заработать, уехать за границу и ссориться 30 лет. Мне такая фраза понравилась просто. Мы так пытаемся избавиться от проблем, чтобы ни о чем не заботиться. И тут Бог тебе говорит. И причем Он не говорит олигарху, потому что олигарх не заботится, что ему есть или что пить. Он здесь говорит конкретной аудитории людей. Нам. И Он говорит, не заботься, что есть, не заботься. не заботьтесь и не говорите даже, что нам есть или пить или во что одеться. Потому что всего этого ищут кто? Люди с мотивом второй степени. Люди с мотивом второй степени. Люди с мотивом выжить. Язычники это сыны проклятия. Иисус просит верующих не заботься, не живи как язычник. Ибо этого ищут язычники. И потому также, что знает Отец ваш Небесный, что вы имеете нужду. Что вы имеете? Теперь внимание. Если у тебя есть нужды, есть, квартиру, жить, одеться, замуж, муж и так далее. Если ты знаешь, что есть Бог на небе, если ты веришь, что Он любящий, слушайте внимательно все, и если знаешь, что знает Отец Небесный твою нужду, надо не 45-й путь молитвенного там движения изучить, как же Бога растрогать. если ты знаешь, брось заботиться об этом. А что же делать? Ищите же прежде Царство Божьего, правды Его, и все это Бог обещает. Вы здесь или нет? Боже Господи, помоги мне. Я вам клянусь, ну, клянусь нельзя, пускай, я вам торжественно обещаю, я вам обещаю, все это обязательно вам привожится. Я не проповедую о том, чтобы ты стал монашествующим, я не проповедую о нищете, я проповедую о нуждах, Бог знает твои нужды и мечтает их восполнять. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. господи, я молюсь за этих людей. Господи, как сильно Твой народ обременен. Как тяжело нам доверить Тебе то, за что болит. Как больно доверять Тебе то, что у самих наболело. И как Он хочет, Боже мой, как Бог хочет, как ты, Бог, хочешь. у тебя есть столько проблем. И ты сам собой клянешься, написано в Ветхом Завете, что если я буду решать твои нужды или просто не свои нужды, это единственный путь Богу решать мои. Вокруг нас находятся Божьи нужды. Если ты рискнешь, какая убогая нужда? Это его счастье. Как зовут? Илюша. Привет, Женя. Очень приятно. У Ильи есть нужда. Я знаю, что есть нужда. Я его впервые вижу. И если его нужда хоть немного станет моей нуждой, ты, значит, не знаешь Бога, что Он с тобой сделает за это. послушай, я сейчас скажу банальную фразу. Откажись от своих нужд, которые тебя запарили. Ой, как мне решить, как потерять эти нужды? Откажись от этих нужд. Как отказаться? Их нужно решать. Их нужно решать. По мере главной заботы своей жизни. Вы знаете, Илья, наверное, подтвердит это. Потому что люди, которые знают нужды других людей, ты, наверное, понимаешь, о чем я проповедую сегодня. Потому что они и больше всех даже живут нуждами других людей. Потому что сколько я знаю ребят, людей, у которых может быть ограниченные способности или просто ограниченные возможности в жизни, или пережили что-то и так далее. Часто эти люди становятся больше отзывчивыми, решая Божьи нужды, чем мы, у кого есть очень много возможностей решать свои проблемы. Как понять Божью нужду, друзья? Это та, что не твоя. Это та, что его. Это та, что ее. В этом зале сидят сотни людей, которые употребляли наркотики. Послушайте, общество максимум может посадить их в тюрьму. А я знаю, что их проблема решаема. Вы здесь или нет? Поэтому его проблема стала моей проблемой. Потому что Бог говорит, если я ему помогу, если это моя главная забота, он меня не бросит. И вы знаете, он меня не бросил. Пока я решал его вопрос в семьи, венчал, решал его семейные вопросы, кто и так далее. Посмотрите, конечно, я не бросал свою семью, но я всегда ощущал, как Божий рай приходил в мою судьбу. Посмотрите, я не выносил мозг своей жене, а она мне. Потому что есть очень много людей, кто это делают своим супругам. И поэтому, когда я пытаюсь помочь им, друзья, Бог царствует в моей жизни. Я вас умоляю, поднимитесь на ноги сейчас. Я вас умоляю, возьмите его на себя. Божье присутствие сейчас на этом месте, я прошу вас сейчас, будьте перед Богом. Я прошу вас сейчас, будьте перед Богом. Неважно, насколько глубоко вы верующий человек, я скажу вам, Бог знает, в чем вы нуждаетесь. Господь, у меня там сделка, у меня там то, Господи, у меня там проблема, Господи, у меня там, ну, мне бы сейчас еще вот транш один запустить, мне бы вот это и так далее. А мотив? А мотив? Если у тебя там, у тебя там, у тебя там, у тебя там, так решай свои проблемы, родной. Я тебе скажу, а у меня там человек голодает, а я тебе скажу, а у меня там опять новый дурень полез в наркотики, а у меня там проблема, а у меня здесь нужда, дорогой, у Бога есть нужды, если ты возьмешь Его нужды на себя, ты найдешь покой в душе своей. Бог Бог любит изливать свою славу, Бог любит изливать свою силу, Бог любит изливать свою щедрость на того человека, которого так заботят его нужды. сегодня Бог смотрит на это место, сегодня Он среди нас, сегодня Его сердце обращено сюда, и сегодня Он плачет с теми, кто сегодня рыдает вокруг нас. Весь Новый Совет, все учение Христа, если это твой Господь, и ты говоришь, я Его люблю, как главная заповедь, если мы Его невеста, какая тогда ты невеста, и что у тебя за отношения, если ты встречаешься с этим человеком, который хочет на тебе жениться, вы сели пообедали, заплатили каждый сам за себя и разбежались. Что ты за невеста? Это плохой жених, у нас великий жених, он готов, он ждет решать твои проблемы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА